Всем хорошего дня, это Science Daily, новости науки и космоса. Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что на космодроме Байконур идет подготовка к запуску уникального космического аппарата. Орбитального сборщика мусора Элса Ди, разработанного компанией Астроскейл. Японский стартап Астроскейл уверен, что сбор космического мусора может стать потенциально прибыльным направлением бизнеса. Японцы предлагают удалять с орбиты неработающие спутники и сброшенные секции ракет с помощью спутника с магнитным захватом, который будет притягивать бесхозные объекты. Это будет тестовый запуск. В рамках испытательной миссии спутник должен будет вывести мусор на орбиту на высоте около 550 км. Высвободить имитационный мусор, затем захватить его. На первом этапе будет проводиться имитация захвата не вращающегося объекта, затем объект специально заставит вращаться и спутник должен будет провести позиционирование перед захватом. На третьем этапе спутник должен будет отпустить объект на расстояние до 100 метров, после чего выполнить поиск и навигацию, затем объект захватить. На последнем этапе аппарат LCD войдет в атмосферу Земли и сгорит вместе с захваченным объектом. Имитация обломка будет запущена вместе со спутником. Спутник Astroscale имеет форму прямоугольника и размеры около 110 см в ширину и 60 см в высоту и длину. Его вес составляет 175 кг. После сближения с объектом и нацеливания у спутника выдвигается специальный магнитный захват, который притягивает брошенные на орбите объекты. В будущем компания также планирует собирать спутники с помощью манипуляторов в сотрудничестве с японским аэрокосмическим агентством. Миссия LCD станет первой в рамках демонстрации базовых технологий, необходимых для удаления космического мусора. Проблемы засорения околоземного пространства с каждым годом становятся все более острые. Объекты космического мусора представляют существенную угрозу для спутников, а также для грузовых и пилотируемых кораблей. По данным Космического агентства Японии, на орбите обнаружено уже около 20 тысяч различных объектов размером более 10 см, которые можно отнести к космическому мусору. Аппарат LCD может выполнять поиск и сближение с объектом, магнитный захват стабилизированного и беспорядочно вращающегося объекта в ночных условиях, а также повторное выведение на орбиту, сведение с орбиты или перевод объекта в пассивный режим. Специалисты уже успешно выполнили проверку программного обеспечения аппарата LCD, его солнечных батареи и механизмов их раскрытия. Кроме того, проведены электрические проверки и осуществлена заправка мусорщика экологичным топливом. Планируется, что аппарат LCD будет запущен в марте этого года с помощью ракеты «Союз-2». Тема космического мусора всерьез поднимается последние пять лет. Ученые постоянно ищут способы борьбы с загрязнением околоземного пространства. Над похожим объектом работает Европейское космическое агентство. В конце прошлого года агентство договорилось со швейцарским стартапом ClearSpace о проведении в 2025 году миссии по своду с орбиты 100-килограммового фрагмента ракеты Вега, которая была запущена в 2013 году. На нашем канале вы найдете самые свежие новости из мира науки и космоса. Не забудьте подписаться! Субтитры создавал DimaTorzok